с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 15 августа день археолога в россии профессия стала развиваться середины 19 века когда этой наукой неожиданно для всех увлекся граф алексей уваров именно его исследования как правильно вести раскопки или гли в основу дальнейшего развития науки о древностях ну а теперь о родившихся 15 августа 1742 год в москве появляется на свет алексей нарышкин тайный советник сенатор поэт кстати писал песни стихи эпиграммы и даже сатиры за свои ученые заслуги был избран члены академии наук и был членом российского собрания при московском университете и вольного экономического общества год 1769 наполеон первый бонапарт французский император приходит в этот мир ярый республиканец якобинец антимонархист в годы французской революции получив власть в результате переворота стал сначала первым консулом потом устроив референдум пожизненным первым консулом ну и наконец императором помимо фантастической биографии оставил массу крылатых выражений ну например кто умеет льстить тот умеет и клеветать журналист это дворник работающий пером невозможность слова из словаря дураков самый опасный момент наступает в час победы мое имя будет жить столько же сколько имя бога ну и конечно знаменитая от великого до смешного один шаг 1771 год в этот мир приходит вальтер скотт шотландский писатель квентин дорвард роп рой айвенга пуритане как-то писателя спросили почему благородные герои его произведений люди минувшего времени и почему бы ему не написать романа современники скотт ответил весьма жестко у этих людей нет биографии роман о них больше напоминает эпитафию даты рождения смерти и пошлое четверостишия в 1787 году родился александр алябьев композитор автор опер балетов и романсов кстати один из самых знаменитых соловей участвовал войне 1812 года спустя 13 лет арестован по ложному обвинению в убийстве и даже сослом сибирь а затем переведен на кавказ позднее на южный урал в 1878 году рождается знаменитый черный барон петр врангель а в 1878 году раиса кудашева автор знаменитых строк в лесу родилась елочка год 1931 день рождения микаэла таривердиева российского советского композитора автора песен мгновения облака и многих других кстати 17 мгновений весны эта картина принесла таривердиеву не только всеобщее признание но и большие проблемы появилась подставная телеграмма французского композитора франсиса лея который называл себя настоящим автором музыки к советской картине таривердиев оказался в центре шпионских страстей травля композитора интерес спецслужб и охота западных средств массовой информации и даже после того как обман был раскрыт таривердиев был вынужден очень часто отвечать на унизительные вопросы журналистов и слушателей а правда ли что вы украли музыку 1934 год георгий гаранян приходит в этот мир композитор саксофонист а в 1945 году рождается актриса екатерина васильева год 1983 15 августа дата рождения тимура юнусова он же тимати российского хип-хоп исполнителя но теперь о событиях 15 августа 1723 год открывается петергоф летняя резиденция петра первого и российских императоров замысел загородного дворца который не уступал бы французскому версалью возник у петра первого еще в 1714 году а сохранившиеся рисунки царя его указы и пометки на документах подтверждают что общая концепция планировки ансамбля также принадлежат ему ко времени открытия был распланирован нижний парк прорыт морской канал действовала часть фонтанов были отделаны верхней палаты построены монт-презер морли почти готовый ремитаж более 20 деревянных галерей и павильонов различные трильяжные ограды 1728 год капитан первого ранга витус беринг открывает пролив между камчаткой и аляской позже названы его именем первое же камчатская провела обширное наблюдение и выполнила чрезвычайно точные для своей эпохи кардографические работы джеймс кук побывавший в тех же водах в конце 18 века отозвался о них так я должен воздать справедливую похвалу памяти почтенного капитана беринга наблюдения так точны и положение берегов обозначено столь правильно что надо вносимо удивляться тогда кук кстати и предложил назвать легендарный пролив именем витуса беринга 1914 год официально открывается панамский канал это произошло через две недели после начала мировой войны в европе он отделил северную америку от южный канал состоит из ряда двусторонних шлюзов и искусственных озер все суда проходят канал на внешней тяги то есть работают 6 локомотивов по зубчатому пути на стенках шлюзовых камер длина 81 километр проводка судна по нему занимает иногда 24 до 30 часов но он на 12 с лишним тысяч километров сократил путь между атлантическим и тихим океанами пропускная способность 36 судов в сутки 1923 год в этот день выпускаются первые почтовые марки ссср серия посвящена открытию москве первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки миниатюры выполнены футуристическом стиле изображали женица сеятеля трактор и общий вид выставки располагавшийся на территории парка культуры автором первых марок ссср стал художник пашков 1950 год памятник александру сергеевичу пушкину с тверского бульвара переместили на страстную площадь 70 лет памятник александр сергеевич располагался в начале тверского лицом к страстному монастырю после реконструкции страстной площади монумент переместили на другую сторону тверской улице в то время улице горького на место снесенной колокольни страстного монастыря и развернули памятник на 180 градусов где он стоит и по сей день 1990 год в 12 часов 28 минут виктор цой погибает в автокатастрофе дтп происходит на 35 километре трассы слог катался под тукумсом в латвии в нескольких десятках километров от риги согласно наиболее правдоподобной официальной версии цой заснул за рулем после чего его москвич 21 41 темно-синего цвета вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом и карус 250 19 августа он был похоронен на богословском кладбище в ленинграде смерти виктора цоя была шоком для множества поклонников несколько фанатов даже покончили с собой тысячи человек пришли на похороны ну и последнее 1969 год с 15 по 18 августа на одной из ферм городка сельской местности battle штат нью-йорк с сша проходит вудстокский фестиваль конец эры хиппи он начинается на молочной ферме на севере штата нью-йорк музыкальная часть фестиваля открывается выступлением речи хэвансов 5 часов 7 минут вечера пятницы 15 августа и закончится гимном сша в исполнении самого джимми хендрикса в 9 утра 18 августа ну а среди выступавших еще были джо кокер и дженнис джоплин джонни уинтер и многие другие за три дня фестиваль посещает около полумиллиона человек но главное рождается по уточненным данным два ребенка и к несчастью три человека умирают в 1970 выпущен документальный фильм три дня мира и музыки получивший в 1971 году оскар вудсток стал символом конца эры хиппи и начала сексуальной революции музыка она такая меняет людей по-своему с вами был николай пивненко в проекте дата